Чудное озеро Генисарецкое, Чистой кристальной водой, Ты отражала Христа Назарецкого, Ты отражала Христа Назарецкого, Ты отражала Христа Назарецкого, Из Генисарецкого озера приветствую вам из Святой Земли. Шалом, шалом, мы говорим шалом сегодня. Это очередной благословенный день, День радостной вести и покоя, День тишины, День мира. Поистине это шалом, Божий шалом. Идет закат солнца. Сейчас основа команда «Импакт», снова мы полны желания донести вам то, что мы видим вокруг. С Божьей помощью я верю, что нам это удастся. Это прекрасный ландшафт. За вашими спинами это горы. Это горы. С левой стороны также горы. Прекрасная Чевириада из Десятиградия, которая окружает Генисарецкое озеро. И как раз Генисарецкое озеро, оно зажато, можно так сказать, среди этих благословенных гор. И поэтому снова пастырь Юрий Коновалов, служители благословенные Ирина Коновалов, Алекс Блинов, Алекс Чернецкий, Тамара и Алекс Тюкаевы, небезызвестный благословенный Роман Джулай. И я знаю, что слава Божья, она будет благоуханием распространяться через это влияние до края земли. Весь народ сказал «Аминь». Пастырь Юрий, ты был здесь, бывал в этих местах неоднократно. То есть это место, оно громогласно говорит о том, что несколько тысяч лет назад по этим гладям водяным не только лодки ходили, но и ступала нога нашего Господа Иисуса Христа, а также апостола Петра. Тоже. Да, действительно, это библейское, 100% оригинальное место, если можно так выразиться, потому что все здесь осталось в том же самом состоянии, никто ничего не пристроил, никто ничего не путается. Есть этот замечательный ландшафт, горы, которые никто не мог сдвинуть за две тысячи лет. И сама вода, которая, ну, по своей структуре это H2O, но здесь на самом деле происходили самые большие как бы события Нового Завета, потому что около 80% историй из Нового Завета происходило в районе Галилейского моря. Это одна из трех составных Израиля. Это Галилея, это Эрия Галилея. И здесь Иисус жил недалеко в Назарете, в Капернаум, вот здесь рядышком, где Он сказал свои первые слова, которые просто были радикально другими, чем все учение фарисеев. Он нацеливал людей любить Бога всем сердцем, ходить перед Богом, а не перед людьми. И здесь происходили вот те события, которые многие из нас знают, потому что это море или озеро Галилейское, оно сейчас спокойно. Но мы читаем в Евангелии, что здесь были огромные волны, бури, и даже профессиональные рыбаки, Петр и его команда, они однажды испугались за свои жизни. Они кричали, мы тонем, помогите. Иисус, конечно же, пришел на помощь, как и сегодня к нам. Когда мы тонем, Он к нам спешит, чтобы не дать дьяволу совершить свои злые планы над нашей жизнью. Поэтому мы прямо здесь, на Генесарецком озере или море. Аллилуйя. Какие откровения? Я знаю, что каждый получал откровения. Мы овернайт стояли в одном из отелей здесь. Я знаю, что Алекс проснулся, наверное, в 5-6 утра, не позже. И все просыпались свежее. И, кстати, а что я делился с тобой в частной беседе, пастор Юрий, что я почувствовал физически, то есть физиологически я почувствовал лучше себя, чем, например, в Иерусалиме. То есть это объясняется, во-первых, потрясающие климатические условия. Потрясающе. Но евреи не жили бы где-нибудь, правда? Поэтому потрясающе. И давление выдержано в норме здесь. То есть все здорово. Но это даже не то откровение, которое я получил. Наши друзья будут делиться откровениями. Ирина, я знаю, что у вас есть что-то свежее для наших зрителей. Свежее от Господа. Аллилуйя. Вы знаете, просто мы действительно находимся в потрясающем месте, в благословенном месте. И, как говорил пастырь Юрий Один и пастырь Юрий, о том, что во времена Иисуса здесь было чудо, когда Иисус мог успокоить бурю. И буря утихла, и море умолкло. И это было одно из чудес, которое сделал для нас, сделал в то время Господь Иисус, будучи с учениками на лодке, когда они плыли по этому благословенному Галилейскому морю. И вы знаете, мне такое вот на сердце, что мы любим нашего Бога, ну не ради чудес, но мы знаем то, что наш Бог, Он может сделать все, кроме греха. Он действительно есть тот Бог, Который есть царь, царей, Господь господствующих и Бог богов. И так говорит Слово Божие, что для Бога нет ничего невозможного, и что все возможно Богу и верующему в Него. И вы знаете, я просто бы, почему я именно хочу сейчас, ну обратиться к тем, кто смотрит и слушает нас, потому что все мы люди, и вы радуетесь с нами, но если какая-то есть боль в сердце, она есть. И знаете, так как мы начали говорить сегодня такая наша тема, что все-таки наш Бог есть Бог чудес, я просто хочу засвидетельствовать о том, что когда может быть сейчас ты переживаешь именно в физическом плане исцеления, нуждаешься в этом, это может быть ты молишься за себя или за своих детей, что очень дорого нашему сердцу, потому что дети это есть награда от Бога. Я просто хочу тебя ободрить, дорогой брат, дорогая сестра, хочу вас ободрить, или дорогие люди, которые может быть первые или уже несколько раз вы смотрите этот потрясающий канал, эфир, да. И я хочу прочитать просто сначала слово, место из Писания, где написано 1 Коринфянам, это 2 глава, 9 стих. «Но как написано, не видел того глаз, и не слышало уха, и не приходило то на сердце человеком, что Бог приготовил любящим его». Вы знаете, я думаю, мы иногда, вы знаете, очень хороший акцент, что чего глаз не видел, уха не слышало, и не приходило на сердце, нам так хочется получить от Бога, но мне кажется, что очень важно окончание этого стиха, что Бог приготовил любящим его. И когда мы любим Бога, то Он действительно желание нашего сердца исполняет. И я хочу сейчас просто пожелать, если ты молишься за свое физическое исцеление, и ты любишь и доверяешь Богу, то пусть это место оживет в твоем сердце, в твоей жизни. 1 Коринфянам, это 2 глава, 2, 9. И когда в моей жизни сказали моему сыну, ну, по поводу моего сына, врачи, что мы уже сделали все возможное, невозможное может сделать Бог, чтобы он остался жив. Вы знаете, Бог, это слово, оно жило в моем сердце. Действительно, любовь к Богу, которая помогла молитва к Богу, сделать то, чего глаз не видел, и ухо не слышало, и не приходило на сердце любящим его. Сын остался жить, и Бог, Он верный Бог, и Он в силе сделать и дать больше, о чем, думая, просим, помышляем. Он сейчас очень сильно служит Богу, и благодарен Богу за все, что произошло даже в его жизни, и происходит сейчас. И когда моей дочери, может быть, ты сейчас молишься, и не знаешь, как пройдет твоя операция, и Бог может действовать, и через руки врачей, то я тоже хочу сказать, что когда касалось моей операции лично, то Бог сделал такое чудо, и это было действительно чудо. И когда врачи спросили, кто же вам так помог, я сказала, что вам спасибо, но в этой ситуации это помог Бог, для которого нет ничего невозможного. Поэтому мы будем молиться, да, и верить в то, что и в вашей жизни это слово оживет. И мы желаем вам этого всем сердцем, и Бог поможет вам. Да благословит вас Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Здорово. Спасибо огромное. То есть, любящим Его. То есть, если мы любим Господа. Любовь – это не просто аморфное какое-то слово, потустороннее. Любовь – это образ жизни. Это образ жизни. То есть, это та внутренняя составляющая, которая влечет нас к Богу. И мы взаимны в том, что Бог сделал для нас. Поэтому, Александр Блинов, благословенный муж Божий, тебе Господь откровение дает каждый день, не только каждое утро. Поэтому, знаю, что ты полон речей. Но, учитывая формат нашего программы «Влияние часовой», вот именно что-то такое емкое, такое, но оно вместе с тем объемное. Пожалуйста. Ну, пару моментов. Один момент – это мои такие переживания. Мы были в Иерусалиме, и для меня, мне показалось, я чувствовал там более такой религиозный настрой этого города. Особенно там, вокруг храма, обходя вот эти места. Места не один раз там. Сам по себе, ну, один взял и пошел. И вот чувствовалось такой момент, такой религиозный как бы настрой города. Приедя сюда, когда мы приехали сюда, сегодня утром пройдясь, вчера, мне показалось, тут намного проще обстановка. Вот намного проще и разгружение. Вот среди людей, даже пообщаясь с местными, тут я не один раз на русском языке говорящих людей, кстати, даже встречал. Надеюсь, думаю, они, наверное, евреи. И я вот слушаю эту фразу, которую вы говорили до этого, что здесь Иисус провел время, где-то около 70-80% своего времени земного служения. Меня это удивило, потому что подумал, если здесь в районе этого Десятиградия, всех остальных городов, это Галилея, он проводил время, столько времени своего земного служения провел, около 70-80%. Это довольно-таки предельно много он провел здесь времени по сравнению с Иерусалимом. Меня просто наводит это на мысль, на то, что Бог, вот именно Он близок к простым людям. Людям, которые, ну, не запакованы какими-то там, вон там, правилами, что вот надо, надо. А вот, ну, таким вот простым людям. Простым людям, которых вот мы видим здесь, или повседневной жизни, где мы такие, как мы, да. А второй такой момент вот интересный, он не похож на этот момент. Написано, если я не ошибаюсь, в Евангелии от Марка, что Иисус, ну, когда понодил учеников войти в лодку и отправиться на другой берег, да, Он остался сам там в пустынных местах молиться. И через время написано, что Он увидел их бедствующих в море. В то время, вот интересно, что в то время, когда ученики, ну, в этом, вот этом самом море, которое на удивление такое спокойно, каким-то образом они тут сильно бедствовали во время какой-то бури. Говорят, там где-то из скалы рассечение, и ветер сильный туда может идти, и тут может подняться буря. И вот в тот момент, когда ученики Иисуса не видели, не видели Бога, да, они бедствовали, наверное, и, наверное, думали, да, и, наверное, думали, где же Ты есть, Господи, зачем мы без Тебя зашли в эту лодку, да. В этот момент написано, что Он увидел их, Он там, он там, стоя, Он там в пустынном месте, одиноко молясь, Он увидел их бедствующих посреди этого моря, что побудило Бога просто идти по волнам этого, по воде, ну, сверху по воде к этой лодке, да. И ученики, написано, там через два стежка или три стежка повторяется там, что они, слово это повторяется, они его уже увидели. Но они его уже видели, когда Он их давным-давно видел, когда Он уже шел к ним навстречу, когда шел им помочь. Да, они его увидели, как уже факт, как уже действие действующее, как уже Бог, который уже действовал, уже шел, и только, когда они его увидели, Он шел им вне ихнего понимания. То есть, как это, Он может идти по воде, оказывается, но Он Бог, Он мог идти к ним по воде, показавший им очередной раз свою славу и величие. Так же получается? То получается, одно и то же слово увидели, да. И такие вот разные, разные действия от этого слова. Бог, видящий человека, даже когда человек не видит Бога. И, конечно, оно призывает нас, это местописание, во всех, во всех, во всех, какие бы ни были мы условия жизни или ситуациях жизненных, уповать и надеяться на Бога, и доверять Богу, который постоянно нас видит. Здорово. Дело в том, что и затем апостол Петр говорит, если это ты, повели. И они вскричали, потому что они думали, что это призрак. Да. И затем короткая мысль, Петр такой храбрый, вот, воодушевленный тем, что Христа увидел по воде ходящего, говорит, повели мне идти, если это ты. И вот, когда Христос сказал, иди, я помню знаменитую проповедь Бонки, который говорил, что Христос не шел по воде. То есть, Петр и Христос. Они не шли по воде, они шли по слову. Христос сказал, иди, вот по этому слову и шел Петр, потому что вода бы его не удержала. Физические законы физического мира, они говорят, противоположное. Поэтому, самое тяжелое в нашей жизни, самое тяжелое, когда Христос говорит, иди, когда Господь повелевает что-то делать, самое тяжелое, это первое мгновение, первый шаг, перевалить ногу за борт. Это самое тяжелое. Это довериться, да. И вот когда нога у тебя уже за бортом, там уже пойдет легче. То есть, потому что практически ты переборол внутреннее неверие, сомнение. Борьбу внутреннюю не пойдет, не получится. Вот. Но когда уже нога там, ты уже слишком далеко зашел вперед, чтобы возвращаться назад. И ты уже смотришь, ориентируешься на Господа. Алекс, пожалуйста. Шалом с Галилейского озера. Я тоже очень рад находиться здесь. Плавал на Черном море, плавал на Карибском море, а теперь попал и на Галилейское море. Я уже здесь узнал, это Галилейское море имеет четыре названия. Но я не скажу, какие. Пусть пороются наши телезрители и понаходят. Четыре названия. Очень интересно находиться здесь. Мы здесь находясь, ходим там, где Христос ходил, но теперь и плаваем, где Христос ходил, тоже по воде. Но поскольку все проповедуют за учеников, я тоже хочу немножечко сказать. Смотрите, когда они вскричали «Спаси, погибаем» на той лодке, то смотрите, они уже видели чудеса какие-то до этого. Они же видели о том, что Иисус Христос может совершить какое-то чудо. И смотрите, я немножко хочу пожурить учеников. Знаете почему? Когда они увидели еще «Иисус не шел по воде», но они начали кричать, да? И когда он уже зашел в лодку, им нужно было лучше на дно этого Галилейского озера вместе с Христом потонуть, чем кричать. Чем кричать «Спаси, погибаем». Понимаете? Потому что это же Бог чудес, он же чудеса совершал. Он даже с дна, наверное, поднял. Ну, конечно, им надо было пойти на дно. 45 метров, кстати, глубина Галилейского озера, я уже узнал. Вот. И вам, ученикам, надо было пойти на дно. И там бы Иисус Христос вас спас, как и Он во чреве Кита, не так ли? Поэтому я радуюсь и благодарю Господа, что я побыл на Галилейском море, озере. Аминь. Пожалуйста. Ну, среди нас есть несколько представительниц прекрасного пола. Мы слушали благословенную Ирину. А ну-ка, Тамара, пожалуйста, тебе слово. Мне как-то... Мы не первый раз с мужем в Израиле. Каждый раз, когда мы приезжаем сюда, в зависимости от того, в каком месте бываем, как-то по-новому звучат слова, написанные в Библии. И вот ты, Юрий, спрашивал о том, какие откровения именно мы получаем здесь. И вот в Иерусалиме, Иерусалим меня удивил своей какой-то исторической, такой даже может быть, религиозной живописностью. Но когда мы приезжаем на Геннисорецкое озеро, просто удивляет, эта местность удивляет своей простотой. Просто простота. И вот мы разговаривали с мужем недавно на эту тему, что Христос стал человеком. И вот именно Он, как и все люди, и даже мой муж сказал, что, наверное, почему, как сказал Александр Блинов, почему Христос проводил почти 80% своего времени здесь? Ему, наверное, очень нравилась вода. Он любил озера. Он любил рыбу, наверное, как многие из нас. Кушать рыбу, в смысле я имею в виду. И просто вот это слово, которое по-новому ожило в моем разуме, это что Бог стал человеком. И мы часто, Он понимал, Он ходил по тем же дорогам, Он любил то, что любим мы, потому что я уверена, Бог в своей всей красоте. И когда Христос еще был на небе, то, что видим мы, это даже меньше процента той всей красоты, что видит Бог и что видит Христос, находясь на престоле или на небе. Поэтому то, что Бог стал человеком, вот это по-новому как-то зацепило меня, что кто я, человек, но Бог опустился на мой уровень. И хотелось бы просто, чтобы вот это слово, чтобы наши телезрители взяли это словой верой. Потому что часто вот такая религиозность в нас часто отделяет нас от Бога. И кажется, что кто я, человек, если я грешен, мне нужно что-то сделать, мне нужно работать над своим спасением. Но все-таки хотелось бы просто обратиться к телезрителям нашим. Давайте не будем отделять себя от Бога, потому что часто мы именно своим, своим само, как бы, мы сами себя, самоосуждением отделяем себя от Бога. Просто давайте верой возьмем вот это слово, что Бог стал человеком, Бог стал таким, как мы, именно для того, чтобы показать простоту Писания. Потому что религия, цель религии сделать Библию настолько сложной, чтобы мы не могли понять, что в нем написано. В некоторых религиях даже практикуется чтение Слова Божия на непонятном людям языке. Но Христос не так говорил. Христос, ходя по этим местам, Он говорил с людьми притчами, именно для того, чтобы вот такими, как сказками в нашем языке или притчами, рассказать людям и показать истину Царствия Божия. Поэтому давайте просто не будем отдалять сами себя от Слова Божьего. Здорово, здорово. Друзья, мы из прекрасного Галилейского, Генесарецкого, Терриатского озера. Из этой земли, из этого озера, из святой земли, вашим землям, вашим озерам мы говорим мир и мы говорим шалом. Шалом, Александр Тюкаев. Ну, я знаю, ты тоже полон речей. Щурис я вижу, потому что солнце, где твои очки? Потерял. Потерял. Хорошее место Господь вот избрал себе. Помните, когда он лежал, спал на корме? Вот эта корма, надеюсь, что это и самая лодка это и была, где Христос спокойно спал. И поднялся великий шторм, как мы уже слышали. И Господь проснулся и сказал, не бойтесь, я с вами. Юрий, я услышал такую фразу, ты сказал, мы далеко зашли, чтобы возвращаться назад. Что ты имел в виду? Я хотел тебя проинтервировать. Я так понял, это в служении телеканала «Импакт» мы далеко зашли, нет? Несомненно. Мы слишком далеко зашли, чтобы возвращаться назад. Возвращаться назад мы не будем и одно из служений, которое совершает телеканал «Импакт», здесь это мы как с собой рассматриваем, как расширение телеканала «Импакт»? Несомненно. Несомненно и не ниже, и не выше, но именно расширение. Расширение. Это один из проектов, который мы будем совершать, друзья, для вас, чтобы, слава Божия, наполняла через нас и эту землю, и через вас, которые участвуют вместе с нами в этих проектах, чтобы мы благословляли эту землю, потому что мы уже говорили, что благословляющий страну Израиль будет благословен. И мы это делаем, мы как телеканал «Импакт» и в вашем лице также, друзья. Мы хотим... Обрати внимание, вот когда мы въезжали в Тевериаду сегодня, сотни автобусов без преувеличения, в одном месте десятки не припарковаться, в другом месте десятки, сотни автобусов. Но я был и на Байкале был. Где я был? Где я только не был. На украинских тоже. Друзья, ну не видел этого. Ну, со всем почтением и уважением ко всем территориальным вот всех стран мира, озерам, но не видел того, что сюда приковано сколько миллионов паломников. Пастор Юрий, наверное, лучше знает, сколько паломников ежемесячно, то есть ежегодно посещает эту святую землю. То есть, и именно, как ты верно подметил, кто как не мы, кто как не мы, кто как не церковь, она громогласно заявит через этот канал, через платформу, которая именно название «Импакт», это платформа, с которой мы в хорошем смысле этого слова стреляем. Кто как не мы, получив это, Господь сказал «иди». Если Господь сказал «иди», значит идешь. Если Господь сказал «стой», значит стоишь. То есть мы и не забегаем наперед, и не отстаем от Господа. Двигаться хорошо в том, что Бог двигает. Если ты двигаешься в том, чего Бог не двигает, это плохо. А если ты двигаешься, а Бог не двигается, тоже плохо. Поэтому важно двигаться в том, что Бог двигает. Аминь. Аминь. Пастор Юрий, здесь вечный паломник. Вечный паломник. Постоянно. Постоянно здесь. Это что, Юрий? Это откровение или это стиль жизни? Почему так происходит? Это откровение, которое перешло в стиль жизни. Потому что на самом деле Господь вложил в мое сердце. Я помню, 22 года назад я покаялся, пришел к Богу, стал верующим человеком. И первая моя мечта. Я никогда не в мыслях не был ехать в Израиль. Бог дал такую любовь к Израилю. Здесь мои родственники сейчас уже живут. Но на самом деле я не могу, может быть, выразить это словами, но для меня это как великая и честь, и привилегия служить здесь, на этой земле. Хотя я коренной украинец, да, я призван там служить. Но сюда я приезжаю, как на вторую родину. Я чувствую подъем внутренний, духовный. Помогать паломникам сюда приезжать, чтобы также влюбляться в Израиль. Также молиться, просить мир Иерусалиму. Потому что Бог дал этот духовный закон, как ты говорил, благословляющих тебя. Я благословлю проклинающих тебя. Я прокляну. И мы благословляем Бога Авраама, Исаака, Иакова. Мы благословим его семя, его народ. И Бог благословит наши страны, наши города, наши семьи, наших детей. Аминь. Здорово, здорово. Здорово. Поэтому, друзья, я не знаю, сколько времени у нас осталось, там мне, наверное, подскажут. У нас еще есть время. Еще есть время. Здорово. А знаете, какие еще откровения? Мы пойдем по откровениям по второму кругу. Поэтому будьте готовы. У меня откровение. Вот в жизни христианина бывают моменты, когда штормит. И есть причины, почему штормит. Не помню, где я где-то делился, целую проповедь говорил на тему, когда в жизни нашей штормит. Бывают такие моменты, когда безбрежная гладь. Вот как сейчас. И только наш благословенный Юра Москаленко, он вокруг с камерой здесь на втором катере. Да. Он создает чуть-чуть волны. Но есть в жизни, когда не катером волны создаются, а создаются рядом моментов. Дьявол может противиться тому, что мы делаем, и штормит. Мы можем быть причиной тому, что в жизни штормит. Третья причина, что Бог может посылать в шторм нашей жизни для определенных целей. И поэтому, может, в завершение я эту мысль чуть-чуть расширю. Чуть-чуть расширю. Но когда в нашей жизни штормит, у нас есть причина, у нас есть возможность остановиться и подумать, почему штормит. Мы к этому придем, возвратимся через несколько минут. Пожалуйста. Да. Ну, а у меня еще какое откровение, я им не поделился. А ведь на этом море, на этом озере Петр вышел из лодки и пошел. Правильно? Да. Вот. Именно здесь. Именно здесь. Я думаю, что это было вот здесь как раз, да, вот здесь где-то было, и Петр пошел, да, по воде. Я считаю, что пришло время для многих христиан выходить из лодок и идти, идти по воде. Потому что комфортные условия, в которых мы сегодня находимся, они до того людей успокоили, до того уже люди привыкли к этим комфортным условиям в своей жизни, что мы боимся выйти из лодки наших, не знаю, что это может быть? Комфорта. Комфорта нашего, да, домов наших, я не знаю. До того нам уютно. Да, до того нам стало уютно. И мы боимся сделать шаг и сказать, Господь, я доверяюсь Тебе, Господь, я выхожу из своих обстоятельств, я выхожу из своих уютных условий, выхожу и принимаю решение. Принимать решение это выйти из лодки и начинать идти прямо по воде. Обстоятельств, то, что нам непривычно, то, что мы, к чему мы не привыкли, где мы себя чувствуем некомфортно. Вставать и идти. И тогда Господь, видя Твои, может быть, не совсем уверенные шаги, Господь тебе скажет, Господь начнет благословлять, Господь начнет открывать для тебя новые возможности, новые горизонты, новые пути. Будет показывать, если ты будешь там уже где-то падать. Я знаю, что мы порой боимся, так боимся упасть где-то, так боимся сделать какие-то ошибки, так боимся где-то что-то предпринять в нашей жизни. Что мы не делаем совсем. Что вообще, сидим и боимся, как мы сказали, сидим в лодке, здесь очень комфортно, и вот я вот чувствую здесь так солидно все, понимаете, почва под ногами, доски такие солидные, сидения такие мощные, страха нету, море спокойное, и ты вот не выходишь отсюда, тебе приятно здесь. Прирос. Прирос, прирос, да. Поэтому Господь говорит, вставай и выходи из лодки и начинай делать для моего царства, для славы Божьей, начинай делать, и Бог начнет благословлять тебя. Здорово, но роман желай, ты не избежишь. Я хотел сказать свое свидетельство с песней такой. Взгляд не сводись Иисуса, взгляд не сводись Иисуса, ночью, днем будет он вождем, взор не своди с Иисуса. И я бы хотел к нашим телезрителям задать вопрос. Вспомните, почему Петр стал тонуть? Почему Петр стал тонуть? Он стал тонуть тогда, когда он посмотрел на волны, когда он убрал свой взор с Иисуса. И сегодня, возможно, в вашей жизни происходят какие-то падения или же вы тонете. Помните, что вам нужно взор свой держать на Иисуса. И тогда вы будете смелее идти, независимо, по чем вы идете. В вашем бизнесе или же даже если вы идете по воде. Взор не своди с Иисуса. И пусть Господь каждому из нас поможет мне прежде всего. Взор не своди с Иисуса. Ночью днем будет он вождем. Взор не своди с Иисуса. Что интересно географически, пастырь Юрий, через это озеро, через озеро проходит Иордан. Протекает Иордан. Какой-то струей, говорят, тут есть струя, которая где-то посередине или где-то снизу, или где-то... То есть, получается, Иордан, он берет начало на Ермоне. Это где-то, наверное, не менее 100 миль. Это в горах. То есть, он начинается с потока. Иордан начинается с маленького потока. Сейчас другой Иордан. И затем он протекает, разделяя ландшафт, разделяя ландшафт всего Израиля на одну сторону, на другую. По центру он протекает, протекает через Генесирецкое озеро, затем идет и течет в Мертвое море. Да? Да. И течет в Мертвое море. А оттуда уже не вытекает? Оттуда уже не вытекает. Он приносит воду, которая нужна сегодня для того, чтобы соленое Мертвое море не исчезло с лица земли. И вообще все войны в Израиле они были из-за воды. То есть там, где нет воды, там ничего не вырастет, там нету жизни, там человек не сможет, там деревья не смогут. Поэтому такая важная стратегическая местность для всего Израиля. И знаете, в Израиле вообще вот если дожди не идут, помните эту историю о том, что пророк Ильи помолился и три с половиной года не было дождя. Это катастрофа, это ужас. Люди не знали, что делать, но они просто ушли от Бога. И когда они возвратились через слово Ильи, он сделал это, на горе кормил свидетельство, что есть только один Бог в Израиле, то опять пролился дождь, и опять это озеро получило свежую силу живой свежей воды. Знаете, это как прообразы. Но я хотел бы сейчас еще сказать вот телезрителям небольшую, очень важную, на мой взгляд, мысль. Это также история связана здесь, с этим Генесарийским озером. Луки, восьмая глава, что однажды, когда они переправлялись, начался шторм. И ученики, Иисус лежал, спал на корме, но ученики сильно запереживали. Они начали его будить и говорят, учитель, мы тонем. тебе нет нужды, мы сейчас скоро будем вот кормом для рыбок. И он встал, знаете, и сделал потрясающие вещи. Он запретил ветру и умолк волнению воды. Запретил ветру и волнению воды. И перестали они, и сделалась великая тишина. Что здесь, на мой взгляд, очень важное и мудрое? Мы часто боремся с последствиями. Да, вот наша жизнь, она состоит из причинно-следственных каких-то вещей. Но если мы, по примеру Христа, запретим ветру, именно ветер поднимает волны, понимаете? То есть, если мы боремся с конкретными какими-то вещами, которые для нас являются причиной, мы не боремся уже со следствием. Многие люди пытаются всю жизнь посвятить на борьбу со следствиями. А нужно, по примеру Иисуса, встать в своей лодке, в своей жизни и сказать, ветру, может быть, это грех, может быть, это неверие, может быть, еще какие-то вещи. Сказать, я запрещаю тебе ветер во имя Иисуса. И тогда, когда ветер прекратился, конечно же, нету волн, конечно же, они уже не бьют в борт корабля и жизнь человека становится совсем другой. Если научиться решать вопросы на уровне причин, а не следствий, это очень важное откровение. Здесь, на Галилейском море, мы хотим, чтобы вы свою жизнь посвятили не на решение следствий, а на решение всех ваших причин, из-за чего поднимаются бури, из-за чего поднимают, кто-то, может быть, финансовую бурю сегодня что-то хочется сказать. Посмотрите, если вы Богу не отдаете десятину, о которой говорит Священное Писание, то, конечно же, на вашу лодку разбивают волны нищеты, они бьют, они ломают, вы в шоке, Господи, где ты? Но не сражайтесь с причин, с следствием, всегда старайтесь решить причину вашей жизни, вашей... Дело в том, поистине, что Господь смотрел в корень, Господь всегда смотрел в корень проблемы. Да, и даже говоря о, например, последствии болезни человека, каких-то трудностей в теле человека, Христос мог сказать «иди в пред, не греши». Да. И чтобы еще хуже. Это на Вефезде. Совершенно верно. Мы были на Вефезде. То есть, Христос, Иисус, Он знал, что причиной его болезни стал грех. То есть, и когда устраняется грех, очень часто может быть устранен, упразднен, умолен и искоренен грех, и тогда приходит исцеление. Поэтому ряду из зрителей надо просто проверить, на каком этапе своего отношения к Богу, своего местоположения по отношению к Его истине, к Его Слову вы находитесь. Если я являюсь противником Богу, очень часто бывает, что я болею, я страдаю, я мучаюсь. И дьявол всякими болезнями бомбардирует человека, христианин, штормит. Совершенно верно. Бывают такие причины для болезней, когда Господь чему-то учит нас через болезнь. Бывают в жизни Иова такие моменты, когда Господь использовал на примере Иова и показал на примере Иова для всех последующих поколений, сотен, тысяч лет после него о том, что был такой человек. И вот смотрите, подражайте его вере, подражайте его твердости, подражайте его доверию и упованию на Господа. Поэтому, Алекс, я вижу, в тебя свежее откровение пришло. Пожалуйста. Буквально вот сейчас пришло, я хочу тоже с водой связанная история, вот как пастор Юрий говорил, за причины и следствия. У всех у нас, у телезрителей, у нас есть дети, да, и различные проблемы бывают с детьми. И вот однажды произошла такая история на берегу реки, вот мы плывем сейчас на Галилейском озере или море, а это было на берегу реки. А стояла на берегу реки группа людей, и вдруг они видят, по реке плывет ребенок. Маленький ребенок и тонет. И они, эти люди, которые стояли на берегу, бросились и вытащили ребенка из воды, спасли его. Вдруг смотрят, второй ребенок плывет. Они кинулись, спасли второго ребенка. Положили на берег, смотрят, третий ребенок плывет. И плывут по реке дети, тонущие. И они начали спасать одного, второго, третьего, четвертого. И вдруг, вдруг кому-то пришла мысль, а что происходит, в чем причина. И один из них побежал вдоль реки, вернулся обратно, а там был мост разрушенный. И дети, которые шли, падали прямо в эту реку и текли, и тонули. Поэтому они, этот мост, детей, больше не пустили на этот разрушенный мост, и дети перестали тонуть. Это очень, очень глубокий пример, если его отнести вообще к нашей жизни, к нашим обстоятельствам, к нашим детям, к нашим проблемам, к штормам, о которых мы говорим, почему это происходит в нашей жизни. Вот это очень важно. Поэтому мне понравилась эта вот аналогия вообще, если мы говорим за шторм сегодня. В самом деле, я уже раньше сказал, ученики, значит, не полностью доверяли Иисусу, раз они сказали, тебе разве нет нужды, что мы погибаем. Кстати, это, наверное, было уже здесь. Мы сколько уже плывем? Алекс сказал где-то там. Я думаю, это было уже здесь, ближе к середине. Далеко от плывения. Здорово, здорово. Действительно, и там же Иисус Христос, обратившись к ним, говорит, где вера ваша? Вера находилась среди них. Их верой был Христос Иисус. То есть, он был воплощением их веры. Вот почему он задал, я являюсь фундаментом вашей веры, поэтому, почему вы усомнились? Точно так, как ты сегодня верно подметил, Пилат задал вопрос, что есть истина. Перед ним истина стояла. Точно таким образом их живая вера находилась в лодке. И поэтому, когда он говорит, где вера ваша, то есть, этим самым Господь Иисус, ну, обличил учеников. А в этом вопросе и нас может обличить, а в этом вопросе может наших зрителей некоторых обличить. Где ваша вера? Ты, может, много лет служишь Богу, может, ты с детства христианин, может, ты видел чудеса Господни неоднократно, и что-то произошло, произошло не с Господом, произошло с тобой. И Господь говорит, где вера ваша? Если Бог провел тебя, поднял тебя, исцелил тебя в прошлом году, пять лет назад, десять лет назад, разве Бог изменился? Та же самая вера с тобой, живая, непоколебимая, твердая вера, она с тобой, она в тебе. И этого достаточно для того, чтобы использовать слово веры, запрещать бурям. И поэтому мы будем молиться, друзья, у нас будет специальная молитва. И вот эта мысль, которую я имею относительно причины для шторма, в Писании мы находим три вида шторма, три вида. Может, в ваших исследованиях в Писании вы найдете четыре, но я нашел три. Первый вид шторма, это, например, шторм, когда Иоанн попал, не Иоанн, 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 ну да, все знают, Иоанн попал в шторм. И написано, когда он убегал от Господа, написано, поднялась большая, великая буря. Чем это кончилось? Кончилось тем, что Иоанн угодил в очереве кита, но там увидел Господь. Поэтому первый вид шторма, это шторм неповиновения Господу. Господь сказал в Неневию, а Иоанн говорит, нет, в противоположную сторону фарсист начал убежать. И поэтому, если штормит в жизни, если штормит в жизни, причиной для этого может быть непослушание, противление тому, что Бог тебе говорит. И начало штормить. Второй вид шторма мы находим, например, это на Генисарецком озере. Это именно здесь. Это второй вид шторм. Когда начало штормить, начали волны поднимать эту ладью. В этом случае Христос находится в лодке. В этом случае написано встал и запретил. В этом случае мы видим, если в первом случае Иоанн, то есть не Иоанн, что-то у меня вспоминается Иоанн, Иоанн был причиной. Иоанн был причиной. Во втором случае греха не было. Во втором случае все было нормально. Христос был с ними. То есть что произошло? Отсутствие веры. Отсутствие веры. И третий вид шторма называется Евроклидон. Это когда апостол Павел плыл из... Он плыл со Средиземного моря, через Средиземное море. Он плыл в Рим. Когда он сказал по влечению Духа я в Рим отправляюсь. Знаю, что меня там ждет. Он знал, что его ждет смерть. И вот написано, что поднялась великая буря имени Евроклидон. В этом случае, в третьем случае апостол Павел не согрешил. Апостол Павел ни в чем не нарушил волю. По велению Духа Божия он шел в Рим. Но возникла буря. То есть шторм возник. Что в этом случае? Как в этом случае поступить? Итак, друзья, завершая эту мысль, если в твоей жизни штормит, ты можешь покаяться, как некогда Иона, покаялся в очреве. Если начало штормить, он говорит, обеты, говорит, воздам Господу. То есть все, что сказал, я исполню. И как результат его покаяния написано, что Тит взял, выбросил его на берег. Ну и там было покаяние Неневи. Покаяние. Первый вид шторма можно остановить. Покаяние. Скажи, Господи, я накрутил, я наворотил. Господи, я нагрешил. Господи, я противился Тебе. Господи, я не повиновался Твоему Слову. Господи, я пошел против Тебя. Ты мне сказал, что-то делать, я не делаю. Или Ты сказал, не делать, я делаю. Поэтому покаяние, покаяние, покаяние. Второй вид шторма, когда Иисус Христос вместе с ними находился, знаете что? В этом случае, если штормит, но Господь в нас, Господь с нами, что делать? Запрещать. У тебя есть авторитет Слово Божие, Иисус Христос в тебе, Святой Дух в тебе, и ты имеешь обетование, Слово Божие, запретить. Встал, запретил. Ты имеешь право запрещать, используя, как я говорил, силу Духа Святого, имея на себе помазание крови Господней, имея помазание Духа Святого, ты можешь запретить. Написано, он запретил, и стала великая тишина, великая тишина. Если штормит в жизни твоего ребенка, используя авторитет, Слово Божие, запрещай. Запрещай дьявольским проявлением, ты имеешь авторитет, запрещай Словом Божиим, применяй все, весь арсенал могущественного оружия, применяй все, все эти доспехи, которые Бог дал тебе, и запрещай во имя Иисуса Христа. В третьем случае, никто не согрешил. В третьем случае, я говорю за апостола Павла, он был в хороших отношениях с Богом, в хороших отношениях с Богом. И шторм начался. Он, с ним было все нормально. В третьем виде шторма, с вами может быть все нормально. Вот меня сегодня смотрят служители, нас сегодня смотрят служители, и служителей кто-то, евангелист, может быть, пастырь, может быть, епископ, может быть, какой-то помазанник Господь. В твоей жизни начало штормить, может, в церкви начало штормить. Что же это такое? С тобой все нормально, ты себя проверяешь, контролируешь, ты анализируешь. Господи, со мной все хорошо. Ты сказал, в Рим не идти, я на пути в Рим плыву. Но шторм поднялся. Почему? С тобой все нормально. Но вокруг тебя, там написано, апостол Павел их просил, перезимуем здесь, потому что плавание будет с великими затруднениями. Но написано, они доверились больше капитану, чем апостолу Павлу, и отплыли из тихой гавани. С ним было все нормально. Но люди, которые вокруг него, с ними было ненормально. Видите, в этом случае, что сделал апостол Павел? Апостол Павел встал во весь рост, получил слово от Господа, получил откровение, и говорит, ибо ангел Божий, которому я служу, которому я принадлежу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Вы представляете? Поэтому в третьем случае Бог дал мне этих людей. Я прав. Некоторые могут быть неправы, некоторые могут быть не в нормальном состоянии с Богом, некоторые могут быть противники Богу, но они со мной, они со мной, они мои. Бог дал мне их. И я имею авторитет, сказал, никто из вас не погибнет. Да, я знаю, что может быть в твоей жизни что-то там, то, другое, третье, десятое, но ты не погибнешь. Может, где-то ты отклонился, сбился с курса, может быть, где-то там направление служения церкви одно, может, Бог дал видение служителю, пастырю, епископу, лидеру церкви, может быть, дал служение, но есть какое-то непослушание, есть какое-то несогласие, мало ли что может быть. Поэтому у тебя есть авторитет, полный авторитет. Не дерзость есть, но дерзновение, потому что дерзость от дьявола, дерзновение от Духа Святого. Ты можешь встать во весь рост и сказать, ангел Божий, которому я служу, которому принадлежу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, сказал мне, не бойся. Поэтому, друзья, мы будем сейчас молиться, какой вид шторма встретил тебя, какой вид, первый, второй или третий. Есть место для покаяния, время для покаяния, есть место для запрета, есть место для того, чтобы запретить, остановить, есть место для того, чтобы наступить на всякую вражу сил, сказать, умолкни, перестань во имя Господа. И третье, вы прекрасно поняли, о чем какая мысль была, третье, что мы просто помазаны Духом Божьим на великие дела. И может быть, затонуть корабль, может, видимые какие-то вещи могут утонуть, но душа останется в теле. Господь дал, жизнь Господь дал тех, которые с нами плывут, и все будет в жизни хорошо. Во имя Господа Иисуса Христа. Из Генесарецкого озера, некогда, которое штормило, все будет в жизни хорошо. Пророческое слово, прими, пророческое слово, все будет в жизни хорошо. И он, и все было хорошо. В апостолу было все хорошо. Потом у апостола Павла было все хорошо. И сегодня его учением, его откровениями, его жизнью восхищаются сегодня миллионы людей, сотни миллионов людей восхищаются те откровения, которые апостол Павел получил от Господа И передал для нас. Поэтому мы совершим молитву. Мы совершим молитву. Друзья, просто мы благословим вас с этого прекрасного места. И благословим ваши семьи, благословим ваши дома со святой земли. Я всегда говорю, с этой территории, вашей территории, будьте благословенны. Соединимся в молитве. Господи, мы благодарим Тебя сегодня. Господи, такие великие дни, такой прекрасный вечер Ты дал, подарил для нас Господь. Мы не заслужили этого. Боже Иисус, Господи, и я знаю, что в лице множества из Твоего народа, наших братиков и сестричек, которые смотрят, встречаются с нами, в их лице мы говорим Тебе огромная благодарность. Вместе с ними мы поклоняемся Тебе на этом месте. Господи, мы благодарим Тебя. Мы превозносим великое имя великого Господа Бога Саваофа. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарность Тебе, Иисус. Благодарность Тебе, Иисус. Господи, что Ты нашел меня, что Ты спас меня, что Ты приблизил меня и моих друзей. Благодарим Тебя, Господь, что некогда далеки мы стали близки Твоей святой драгоценной кровью. И что бы ни случалось в моей жизни, какой бы Авраклидон ни поднимался, Господи, какие бы штормы ни налегали, какие бы ураганы ни простирались, ни простирались. Я знаю, что в имени Твоем мы все устоим, мы все преодолевшие устоим. В имени Твоем мы все победим. Поэтому, Господи, сейчас мы совершаем особую молитву. За тех из наших друзей, за тех телезрителей. Кто-то отошел от Тебя, и причина этому грех. Кто-то не повиновался Тебе, и причина этому грех. Кто-то, Господи, кого-то начало штормить настолько, Боже, что он уже изнемогает. Сегодня было Слово, это было Слово от Тебя. Господи, что есть еще время для того, чтобы возвратиться к Тебе, совершить покаяние, осознание, Господи, своей греховности. Поэтому во имя Иисуса Христа пусть придет осмысливание своего поступка, богопротивление пусть придет во имя Иисуса Христа. Господи, мы также молимся, и мы, Господи, молимся за тех, которые, Боже, может долгое время, они мучаются, они молятся о своих детях, они молятся о своих родных, какие-то финансовые трудности, какие-то жизненные обстоятельства, какие-то душевные потрясения. Господи, мы молимся, чтобы они научились, использовали оружие в правой и левой руке, используя авторитет Слова в своих устах, используя силу Духа Святого, научились запрещать, научились противостоять. Используя всю власть неба, они могли сказать, да запретить тебе сатана, они могли запрещать во имя Иисуса. И тогда придет тишина, придет покой, придет полная тишина, написано. Мы молимся о них, пусть их дух будет твердый и непоколебимый. Господи, благодарим Тебя. А также молимся за третью категорию, те, которые очутили в шторме. Молимся за служителей, молимся за братиков, молимся за служителей, за пастырей, за евангелистов, молимся за епископов. Господи, может, их также штормит. И Господи, ну Ты сказал, Ты сегодня говорил, что, Господи, Ты в их ладью посадил тех людей, и на этих служителей Ты возложил ответственность. Благодарим Тебя, Господь. Поэтому благословляем их также, Господи. Да будет и жизнь благословенна. Пусть умолкнут бури, пусть успокоятся ураганы, и пусть придет полная свобода, полная тишина во имя Иисуса Христа. Да благословляем. Кого-то штормит, кто-то болеет. Исцели больных сегодня. Исцели больных сегодня. Исцели больных сегодня. Господи, мы молимся, братиков и сестричек, за партнеров служения, которые долгое время находятся в болезни. Пусть будет восстановление функций организма во имя Иисуса Христа. Да прекратится шторм. Господи, пусть придет здоровье в теле, здоровье в дух. Пусть придет здоровье всех функций и органов организма во имя Иисуса Христа. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Господи, мы благодарны Тебе. Снова и снова и снова. Итак, друзья, жив наш Господь. Я чувствую помазание Духа Святого среди нас. Я знаю ни причина, ни помеха. Этот эфир, этот телеобъектив, и это помазание, оно касается, оно входит в ваши дома, в ваши семьи. Этот эфир не препятствует для того, чтобы сила Духа Святого с этого места, с прекрасного Генисарецкого, уже идет закат, да, идет закат солнца. И мы видим с той стороны, кстати, закат. То есть и прекрасного круга горы. Мы будем возвращаться, наверное, мне говорят, да? Развернулись уже, плывем в сторону... Свой порт. Свой порт, да. Итак, последние несколько слов. Хотелось бы обратиться еще раз телезрителям. Если штормит, не забывайте, что Бог недалеко. Я часто из своего даже собственного такой небольшой жизни моей, недолгого срока, я замечала, что по-человечески приходит паника, по-человечески приходит страх. Но когда обратишься вглубь себя, когда прислушаешься голосу Духа Святого, ты чувствуешь, что на душе покой. Почему? Потому что Бог дает покой. Вот этот шалом хочется пожелать всем нашим телезрителям. Шалом вам, дорогие! Ну да, я полный впечатлений. Очень прекрасно. Я чувствую, что начинается шторм, поднимается ветер. Но не в наших душах, не в наших сердцах. На море, вот я смотрю, начинается потихоньку. Но, друзья, мы благословляем вас. Приглашаем вас в эту святую землю, как ее называют. Насколько она часто бывает святой, от паломников. Но она святая, потому что Господь на ней обитает. Она его, она ему принадлежит. Поэтому приезжайте, благословляйте страну Израиль. И мы будем вместе с вами благословлять эту страну. Аминь. Друзья, на самом деле, это прекрасное место. Израиль – это маленькая территория, вокруг которой вращаются все процессы мировые. Как бы казалось, что здесь особенного. Но на самом деле, это избранная Богом земля. И люди, которых Господь начал через Авраама. Написано «Друга Бога». Поэтому, знаете, однажды Бог сказал Аврааму, говорит, ходи передо мной и будь непорочен. И я дам тебе и твоему потомству землю, и благословлю тебя и всю твою жизнь. Вот мне просто хочется пожелать то же самое. Те же условия. Бог нелицеприятен. Он не просто, Авраам был любимчиком. Он мог сойти с судьбы, которая была определена Богом для него. И были эти моменты. Мы знаем это рождение Измаила. До сих пор израильтяне мучаются из-за ошибки их про отца. Но, как бы, если мы любим Бога, как говорила моя жена Ирина, ходим непорочно, живем свято. И делаем все, чтобы его имя прославилось на этой земле. То Бог обещал благословить наших потомков до тысячи родов. Посмотрите, какое великое обетование. Тысячи родов. Ты их даже знать не будешь. Ну, максимум третье поколение. У нас уже внуки. Мы еще ожидаем правнуков. Мы не знаем, кто будет через десять поколений. Но Бог знает, и Он говорит, что я благословлю твое потомство до тысячи родов, если ты будешь ходить предо мной и быть непорочным. Я желаю вам то, что играет важнейшую роль в вашей жизни. Любите Господа, ходите перед Ним и будьте непорочны. И Бог благословит вас. Аминь. Я просто хочу сказать, что на этом месте сегодня звучали очень сильные откровения от Бога и потрясающие свидетельства славы Божьей. И я хочу сказать, дорогие телезрители, те, кто слушает и смотрит нас, уже столько было глубоко сказано о том, что если мы доверяем Богу, следуем за Господом нашим, который есть святой Бог, и грех, он в нашей жизни не будет господствовать, но будет господствовать Бог. И если вы что-то проходите, то, о чем мы говорили сегодня, какие-то испытания именно веры вашей, то я хочу пожелать вам просто и каждой из нас, команда, вот это благословенных служителей Божьих, что во Христе Иисусе истинно только во Иисусе Христе мы можем все преодолеть и победить силой возлюбившего нас Бога, той силой, которая воскресила Иисуса из мертвых. И я хочу сказать вам, продолжайте прославлять Бога. Если вы следуете за Ним, испытывайте свое сердце, старайтесь жить для Бога, исполнять волю Божию, чистоте и святости Божией, то есть потрясающее место из Писания, что прославляющих, именно прославляющих, Бог всегда прославит, а бесславящие нас, бесславящие Его, они будут посрамлены. Поэтому да благословит вас Господь, прославлять Бога и все преодолеть, и победить силой возлюбившего нас Бога. И пусть воля Божья свершится в вашей жизни. Да благословит вас Господь во имя Иисуса Христа. Жизнь-то плавания и всякое бывает, как на море, спокойствие, тишина, потом штормы, бури, но это все проходит. Но когда человек верующий, христианин, намного ему легче преодолевать всякие штормы. Я хочу поблагодарить двух Юриев. Первого Юрия – это тебя, который организовал чудесную поездку, и также Юрия – гида нашего. Но еще с нами был еще один человек, Петр. А еще один Юрий, да, он волны делает. Но с нами был еще Петр один. И надо из-за Петра вспомнить, Евчика, да. И я очень рад находиться здесь. И также благословляю телезрителей. Пусть Господь благословит вас. И я здесь уже где-то неделю мы побыли, и я теперь начинаю понимать, почему Господь вел Израиль в обетованную землю. А нас Он ведет, христиан, вообще в небеса. Я могу представить, если здесь так прекрасно, что будет там. Пожалуйста, Алекс Блинов. Благословенный муж, помазанник Господень. Это брат, который по сердцу моему. Есть такие люди, которые по сердцу и у Господа, и у людей. Может быть такое, что человек может быть по сердцу человека. Я думаю, что да. Ну, давай. Ну, слава Богу. Я хотел бы вернуться назад в ту мысль о том, когда Иисус увидел их бедствующих в море, да. Это же не просто человек их увидел, бедствующих в море. Я хотел бы заострить на том, что это сам Бог увидел их бедствующих в море. Человек, он ограничен. Но Бог, он безграничен. И представьте, когда мы подходим со смышлением тем, что Бог, который видит каждый момент нашей жизни, Бог, для которого наша жизнь дорога, дорога, да. Мы дороги для Бога, мы же дороги. То это все же меняет в нашей голове. Когда мы начинаем осознавать, что нас Бог видит, да, и Бог держит нас в своих руках, это же мощно. В 40 главе Исаии, там такие слова написаны, что Бог говорит, с кем вы меня уподобите, с кем вы меня сравните, что я тот, который сотворил. Подними глаза твои на высоту небесной, посмотри, кто сотворил их, ну и так далее. И там один стишков говорит, который как-то в свою очередь в один день коснулся меня. Этот стих там говорит, как же ты, Израиль, говоришь, путь мой сокрыт от Бога, и как же ты, Яков, говоришь, дело мое забыто у Бога. И меня что-то, кто-то, остановил некто в этом стихе и говорит, повтори этот стих еще раз, и вместо Израиля Яков подстав туда твое имя. И там такие слова получаются. Как же ты говоришь, и, например, я скажу, Виктор, путь твой забыт у Бога. Как же ты говоришь, Александр, твоя жизнь сокрыта от Бога, он ее не замечает. Это неправда. Бог видит каждый момент моей, твоей и всякого человека жизни. Каждый момент, и особенно, если человек ищет Бога, если человек обращается к Богу живому и наклоняет свое сердце к Нему, каждый момент его жизни такого человека Бог исключительно держит в своих руках. И Иисус сказал, мой Отец больше всех, Он держит жизнь в ваших, в своих руках. Из рук Отца Небесного нашей жизни никто никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не может никогда похитить. Поэтому пусть вас Бог благословит устроять свою жизнь перед Богом, как несколько раз, даже больше, чем пару раз повторял, говорил Юрий Коновалов, пастор, да, то он говорил перед Богом, перед Богом. Вы заметили эту фразу, да? Пусть Бог благословит каждого человека устроять свою жизнь перед Богом, ходить перед Богом, искать Бога и понимать, понимать, именно понимать всем своим сердцем, что жизнь наша тогда, она сокрыта именно в Боге, от Которого все зависит в нашей жизни, не от обстоятельств, но от Бога. Роман, пожалуйста. Хочу сказать, независимо от того, ваша жизнь на рассвете или подобно солнцу, которое вот сейчас спрячется, или на закате, жизнь ваша, взгляд или взор не своди с Иисуса. И я также благодарен Богу за такую уникальную возможность вместе с компанией и телеканалом «Импакт» поехать в эту прекрасную благословенную землю. И если у вас будет такая возможность, ни в коем случае не упустите ее. Благословение вам. Спасибо. Итак, друзья, вы видите, это было обращение, может, благословенное обращение, если Богу будет угодно, мы будем молиться о том, чтобы изыскивалась возможность, и наши поездки на Святую Землю стали более регулярны. Мы будем освещать то, что происходит сегодня на Святой Земле, в Иерусалиме, в Израиле, в жизни израильского народа. Помните, Иисус Христос любит вас. Не пропускайте программ «Влияние». Встречайтесь с нами. Поощряйте других. Включайте импакт. И распространять благую весть о том, что Иисус Христос жив. Иисус Христос грядет скоро за Церковью. Иисус Христос благословен. Аминь. Аминь.